Ееее! Уху! Как день хорошо начинался! Дядя, смотри, чтобы у тебя усы в трубочку не завернулись. Ха-ха-ха-ха! А-ха-ха! Всем привет! Вы на канале Типа Топ, меня зовут Дима, и сегодня мы смотрим Игеро Мне Подарили Машину! Ха-ха-ха! Не будем долго тянуть, просто напомню, что у меня цель 100к на моём канале, поэтому обязательно подпишись и забегай в мой телеграм, там все новости и анонсы моего канала. Подписывайся и погнали! Короче говоря, мне подарили машину. Это был обычный день. Настолько обычный, что все мои действия проходили на автомате. Я проснулся, потянулся, встал, умылся, покушал и пошел в свою комнату играть на компьютере. Это прям стандартный день лета. Как я скучаю за этим временем. Летние каникулы и тебе ничего не надо делать. Просто встал, умылся, покушал и пошел играть за компьютером. Но на полпути к своей комнате мой автопилот сбился, так как дорогу мне перегородила мама. Интересно, что она заставит меня делать на этот раз? Я вспомнил сериал Шерлок и попытался проанализировать ситуацию. У нее дергается глаз. Это обозначает усталость. На лице нет улыбки. Это обозначает плохое настроение. Рука сжата в кулак. Это обозначает напряжение. Беги, беги, хватит! Все, тебе хана. Никакой игры за компом не будет. Она хочет мне врезать. Вторая рука спрятана за спиной. Там может быть сковородка, топор, ремень. Она точно хочет мне врезать. Я испугался. Сынок, а в квартире убрано? Я испугался еще больше. Блин, она хочет меня заставить убирать. Ну я же вчера убирал. Это хорошо. А уроки сделаны? Ну конечно. Мать, ты что прицепилась, да? Так день хорошо начинался. Поел, умылся, покушал. Решил идти поиграть в компьютер. Она же хочет меня заставить делать уроки. Но сегодня же выходные. Плюс я еще в пятницу все сделал. Какой ты молодец. Видишь, уже исправляешься. Поэтому в этот замечательный день я хочу подарить тебе подарок. Я взял подарок. Посмотрел. А что тогда не улыбалась? Скажи мне, пожалуйста. Ты нас обманула. Глаз дергался. Улыбки не было. За спиной топор. Внутрь. Там была какая-то коробка. Я достал коробку. Это что? Новые кроссовки Adidas? То есть ты хочешь сказать, что мне придется попрощаться со своими Изи Купер? Но... Блин, не знаю. Это реклама. Если это реклама кроссовок, то очень душевная. Я открыл коробку, но в ней была еще одна коробка. Фух, это не кроссовки. Кажется, я понял, что это. Ну окей. Вызов принят. Так. Так. А в конце сникерс, знаете. Стука просто упаковочная перевели. Да когда этому конец наступит? Ты что, прикалываешься надо мной? Да ладно, это шутка. Я просто хотела посмотреть на твое выражение лица. На самом деле я дарю тебе машину. Я немного расстроился из-за того, что из меня не выйдет Шерлок. Но я очень обрадовался из-за того, что теперь у меня будет машина. Ты что, ты в первой мысли твоя была о том, что ты неправильно отгадал маминой эмоции? У тебя машина, чувак! Впереди в себя, все хорошо! Я начал прыгать от радости. Интересно, а какая марка? Не говори. Я сейчас сам попытаюсь догадаться. Это BMW? Это Infiniti? Это Hyundai? Mazda? Honda? Audi? Volkswagen? Mercedes? Mercedes? Jaguar? Ferrari? Нет! Неужели это Lamborghini? И тут я на секунду представил, как я сажусь в новенькую ламбу и просто мчусь вдаль. Нет, не Lamborghini. Пошли со мной, сейчас сам все увидишь. Да, я просто уже понимаю, да? Дед решил выбросить свою машину, а мать такая, да зачем выбрасывать? Пусть внук ездит. Мы вышли с квартиры, спустились по ступенькам, подошли к входной двери. Ну что, ты готов? Закрывай глаза. Я закрыл глаза, мама открыла дверь, мы вышли с подъезда. У меня заколотило сердце. Неужели это Тесла? Ну, открывай. Я сделал вдох, я готов. Давай. Toyota? О май гаааа! Вы же понимаете, даже что это не про эту машину говорилось. Ну показывай, настоящий. И Тесла, ну тоже пойдет. Вот твоя новая машина. Еее! Уху! Вот это да! Вот это мощь! Так это тонко не машина! Новая? Да она старше меня раз в пять. Да ничего, зато недорогая. Присядь за руль. Я открыл дверь. Сел в машину. Мда, так себе. Но это хоть лучше, чем ничего. Ладно. С одной стороны, да, но ты как бы, когда начнешь заезжать за своими девушками, подружками, там, повозить их, они будут спрашивать, за ними дед заезжать. Давай ключи. Стоп, стоп, стоп. Ключи дам, когда ты сдашь на права. Да я умею водить. Нельзя же я все детство играл в Need for Speed и КТА. Игры – это одно, а реальность – это совершенно другое. Поэтому, когда сдашь на права, тогда и получишь ключи. Один день спустя. Это лучшая автошкола в нашем городе. Я привела тебя к учителю, который учил водить меня. Но у тебя же нет прав. Ой, все, пошли. Мы зашли в автошколу. О, здравствуйте, здравствуйте. Кажется, я вас помню. Вы Анна Алексеевна. А я вас помню, вы были другом в нашем прошлом видео. Вы сами заросли, но ничего, я вас узнал. Которая три раза не сдала экзамен. Неужели вы еще раз пришли к нам сдавать экзамен? Здравствуйте, Димур Артурович. К счастью, нет. Привела вам сына. Может быть, вы его чему-то научите? Это мы умеем. Пойдемте. Мы пошли за инструктором. Смотрите, если человек не выучил, все равно виноват учитель. Какой бы тяжелый не был бы ученик, все равно виноват учитель. Если его мама три раза не сдала и его привели сюда, вы уверены, что вы его научите? Я говорю, что наша автошкола самая лучшая. Да. Потому что у нас учился сам Михаэль Шумахер. Так, присажимся. Сейчас проверим ваши знания. Так, сынок, какой это знак? Это знак восклицания? Ясно. Подожди, а что он неправильно сказал? Дядя, смотри, чтобы у тебя усы в трубочку не завернулись. А это какой знак? Это трамплин для прыжков в машину в воду? Все понятно. Ну, а это какой? О, я знаю, я знаю. Этот знак обозначает, что за рулем тупой человек или в простодороде олень. Походу, Анна Алексеевна, вашему сыну придется сдавать побольше раз, чем вам экзамен. Сыночек, ну а это что за знак? Это пешеходный переход. Смотрите, не все потеряно. Ладно, распределим его сначала в начальную группу, а через 6 месяцев он получит свои права. 6 месяцев? 6 месяцев? О, Анна Алексеевна. Я думаю, через 3 месяца он получит свои права. Даже... Да я думаю, через месяц будет нормально. Ну, и вообще... Погодите-ка. А если она достанет еще одну купюрку, то сразу выйдут. Даже сейчас пойдут без фотографии. Просто так уже, а потом сами вклеите. У меня тоже кое-что есть. Месяц спустя. А что это у меня? Ну что, ты готов? Готов. Тогда значит 3. А это знаки. Начинаем. 1, 2, 3. Ввысь на набережную. Главная дорога. Место для стоянки. Круговое движение. Туннель. Железнодорожный переезд со шокбаумом. Движение прямо. Аварийно-опасный участок. Дикие животные. Остановка запрещена. Пешеходный переход. Слушайте, я сейчас с этого видео больше узнаю про знаки, чем вообще в принципе. Двустороннее движение. Скользкая дорога. Проезд запрещен. Инструктор. Инструктор, что с вами? Ты мой лучший ученик. Теперь я могу доверить тебе свое авто. Садись за руль. Так, а последний знак... Я подошел к машине. Сел за руль. Неужели этот день настал? И тут мои руки начали трястись. Я занервничал. Вспотел. Вся моя футболка промокла. Я выбежал с машины. Сынок, сынок, все в порядке? Что с тобой случилось? Я когда-то тоже брал курсы по вождению. И скажу честно. Когда мы выехали ездить по парковке супермаркета, где не было машин, я себя чувствовал нормально. Как только туда начала заезжать машина вставать в супермаркет, я так обосрался. Меня просто вот вырубило. Все, я... Инструктор, извините, кажется, я не смогу. Я не знаю, что тебе сказать. Ты прошел столько испытаний, чтобы сдаться в последний момент? Нет. Сегодня должно решиться все. Или ты сейчас сядешь в машину и уйдешь победителем? Или сдашься, как твоя мама? Ты можешь смириться с этим, но поверь мне, об тебя все начнут вытирать ноги. Я не смогу это сделать за тебя. Я уже слишком стар, но глядя в твои молодые глаза, я вспоминаю себя, как стоял на твоем месте. Человек с годами многое теряет, но это жизнь. И ты понимаешь это, когда теряешь. И ты понимаешь, что жизнь – это игра. А игра – это как дорога, где каждый миллиметр на счету. Потому что и в жизни, и в играх, и на дороге цена ошибки слишком велика. Педаль газа. Да еще не все, блин. Я просто не ожидал, я никогда не делал реакции на мотивационные паблики. А тут такой монолог пошел. Чуть раньше, или педаль тормоза чуть позже. И все, тебе капец. Поспешил или опоздал на полсекунды, и ты остался ни с чем. Эти миллиметры нужны нам всегда. Да, это точно. В любой минуте и секунде. И ты будешь драться за ним. Поэтому садись в машину, заводи мотор и сдай этот чертов экзамен. Так точно инструктор. Молодец. Только вот футболочку нужно заменить. Держи. Ух ты, какой принт. Так, я точно знаю, что это реклама. А раз это реклама, это хороший шанс для... О май гад. Это же рандомный комментарий. Мама любит своего ребенка. Бабушка любит своего внука. А автор любит, когда ты оставляешь свой комментарий. Наконец-то я завел машину. Мы двинулись с места. А оказывается водить не так уж и сложно. Мы обогнали один автобус. Второй автобус. Третий автобус. Пропустили людей на пешеходе. Постояли на светофоре. Классно все-таки водить машину. Ну вот мы и выехали за город. Мощь немного ускорится. Как раз моя любимая песня играет. Давай быстрее. Я надавил на газ. Ого, какая скорость. Мне показалось, что время замедлилось. Инструктор был счастлив. Кажется, я сегодня точно сдам экзамен. Стоп. Что с его лицом? Кажется, он пытается мне что-то сказать. Хорошо, что я умею читать по губам. Вроде бы это было слово «тормози». ТОРМОЗИ! Раньше времени обрадовался, да, товарищ инструктор? А я говорил, усы могут в трубочку и завернуться. Да. ТОРМОЗИ! 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 Короче говоря, мне подарили машину. Ребята, мы очень старались... Такая концовка жесткая получилась. Ха-ха-ха! А если вам понравилось смотреть со мной это видео, ставьте лайк! Подписывайтесь на мой канал! Пишите ваши комментарии, забегайте в мой инстаграм и телеграм. А с вами был Дима, типа топ, пока!